об устойчивых положениях равновесия. Оказывается, устойчивое положение равновесия или устойчивость можно услышать. Ну, немножко парадоксально. Увидеть понятно, вот здесь можно увидеть. А как услышать? Сейчас я вам попробую... У нас тихо. Вот я держу в руках обычный выключатель. Сейчас в тишине. Что я делаю? Вот этот переключатель находится в каком-то положении. Включено или выключено. Я прикладываю небольшую силу и вывожу эту систему из того состояния, в котором она находится. Отклонил, потом отпустил. Система возвращается в исходное положение. Значит, это положение устойчиво. А как устроен этот выключатель? Какая здесь механика, какая физика элементарная и какая математика, какая там геометрия. Где можно это еще увидеть, эту систему? Тот же самый принцип. Вот стеклянная банка. И здесь закрышка такая. Вот я ее закрыл. Пытаюсь тоже открыть. Вывожу из положения равновесия. Она возвращается в исходное. При возвращении ударяю. Значит, это устойчиво положение равновесия. Ну, такие конструкции распространены. Вот еще то же самое. Вот мы слышим устойчивость. Как же устроен этот механизм? Вот еще один пример. Аппарат. Фотоаппарат. И здесь крышечка для подсоединения там чего-то прочего, компьютера. Вот я эту крышечку сейчас открываю. Чуть-чуть приоткрыл и отпустил. Слышите? Опять она закрывается. Почему она закрывается? Как она устроена? И для чего это нужно? Вот этот... Я его специально принес. Портсферидерный сектор. Вот здесь самок. Вот я открываю его, но тоже не до конца. Вот. Приоткрыл чуть-чуть, отпустил, он закрылся. А потом он попадает в другое устойчивое положение. Вот это положение или состояние открытое. Если я его сейчас попытаюсь закрыть, надавлю, но не сильно. Надавил и отпустил. Он возвращается в исходное положение. Механизм один и тот же. Так как же устроен? Устроен этот сектор. Давайте посмотрим на эту конструкцию. У кого есть велосипеды, обратите внимание, там подножка. Вы велосипед хотите установить? Вот, обратите внимание на нее. Там это все открыто. Вот здесь в дипломатии не совсем можно разобраться. Выключатели можно разобрать, но потом трудно собрать. А вот подножка велосипедная устроена очень просто. Итак, устойчивое и неустойчивое положение равновесия. Я смотрю, здесь нет, но наверняка у вас дома шкаф книжный или вообще какой-нибудь шкаф с дверкой. И эти дверки имеют два положения равновесия. Обратите внимание. Вот специальные петли. Когда вы дверку шкафа немножко приоткрыли и отпустили, она сама закроется. Вспоминаете? А потом, когда вы ее открыли, Настя, она сама не закрывается. Если вы хотите ее закрыть, то нужно приложить некоторое усилие. Значит, мы снова наблюдаем, что у этой дверки книжного шкафа есть два положения равновесия. И оба они какие? Устойчивые или неустойчивые? Устойчивые. Да, оба устойчивые. Когда дверка закрыта, случайные толчки там не могут открыть. Когда дверка открыта, тоже случайные толчки, то случайно задел рукой, дверка не закроется. Это очень важно. Значит, я еще раз повторю ту мысль, о которой я говорил вначале. Мы обычно используем устойчивые положения равновесия. И вообще-то, кстати, система, находящаяся в устойчивом режиме работы. А вот, вот это, ну вот раз и по рукам удар. Неудачная конструкция, здесь нет устойчивого положения равновесия. Обычные двери, они находятся в состоянии безразличного равновесия. Итак, как же обеспечить и создать именно устойчивые положения равновесия? И вот на уроках физики вы рисуете, там выключатель. Как обычно рисуете выключатель? Вот так. Вот цепь разомкнута, сюда, значит, цепь замкнута. Если это, скажем, в автомобиле, в локомотиве, там где-то, выключатель, тряска какая-то. Если просто вот взять и провод сюда присеять, так сказать, вот положить вот на один на другой, то тряска надо обеспечить, чтобы и это положение было устойчивым. То есть случайные толчки не замкнули цепь, и чтобы это положение тоже было устойчивым, чтобы цепь не разрывалась, значит, мы должны обеспечить два устойчивых положения равновесия выключателя. Вот, скажем, принципиальная схема, как это работает. Рассмотрим окружность. В точке О закреплена пружина, а другой конец скользит по этой окружности. Пусть это состояние равновесия, но пружина не деформирована. Рассмотрим рычаг, который представляет собой следующее. Вот он закреплен в точке О1 и вращается вокруг этой точки. Значит, картина это плоскость. В плоскости все происходит. Значит, вот этот рычаг, пусть он такой вот лирин. Можно представить следующую картину. Вот здесь идет провод и здесь продолжение. Ну, я так условно не заброшу электрический троп. Тогда цепь у нас разомкнута, да? Чтобы цепь замкнуть, мы должны вот этот рычаг перевести в это положение. Как же теперь обеспечить устойчивость и этого, и этого положения равновесия? Связать пружину и этот рычаг. Каким образом? Пружина поверну, и здесь их винтиком закрепим. И пусть вот этот рычаг вращается в производок вот этого угла. Это легко обеспечить. Вот видите, вот этот выключатель здесь. Черный рычаг, вот он вниз имеет ограничение. Придвижение вниз имеет ограничение. И придвижение вверх тоже имеет ограничение. Вот он такой. Так, теперь вопрос. Что будет происходить с пружиной, если мы этот рычаг начнем вот так поворачивать? Расслабить. Деформировать. Пружина будет деформироваться. Так, а как это увидеть? Как доказать? Вот точка К, точка крепления. По какой линии будет делиться? По окружности. По окружности, потому что стержень закреплен в точке О1. Вот это как-то. Значит, движение будет происходить по окружности. Согласитесь, что вот дуга красной окружности выходит за пределы большой окружности. И поэтому, когда мы поворачиваем рычаг зеленого цвета, который я нарисовал здесь, точка К будет располагаться вне белого круга. Стало быть, эта пружина будет растягиваться. Тем самым, когда мы переводим рычаг из верхнего положения вот в это промежуточное, мы совершаем работу. Потенциальная энергия пружины, сила достижения, всякая система стремится к тому состоянию, когда у нее энергия минимальна. Значит, если мы в этом состоянии отпустим рычаг, прекратим действие внешней силы, что произойдет с красной пружиной? Ручка К по окружности вернется в расходное положение. Это доказывает, что вот это положение устойчиво. Это положение зеленого рычага устойчиво. Представим себе, что мы перевели зеленый рычаг в другое фонарь. Вот в это. Пружина. Белая пружина. Вот в этом состоянии. Это положение устойчивое или неустойчивое? Устойчивое, потому что нет никакой разницы, они абсолютно симметричны. Значит, в том состоянии, когда у нас цель замкнута, положение выключателя тоже устойчивое. Значит, два положения равновесия. А какое же положение неустойчивое? Любое вещь неустойчивое, значит, всякие люди. Совершенно верно. В силу симметрии здесь очевидно, что в том случае, когда пружина и стержень зеленый располагаются на одной прямой, проходящей через точки О и О1, они находятся в положении равновесия. Потому что тут сила какая действует? Сила натяжения пружины. Направление этой силы прямая ОО1. Точка вращения ОО, а направление действия и силы, она это прямая. Значит, это действительно положение равновесия, потому что моменты всех сил равны. Но это положение равновесия неустойчивое. Как обычно, неустойчивое положение равновесия расположено между двумя устойчивыми положениями равновесия и разделяет их. Такая же схема принципиальная используется в замках, которые окружают нас и которые мы наблюдаем очень часто. В некоторых модификациях. Но принципиально ничего нет. Вот такая простая геометрия, такая механика и такая элементарная физика. Я сегодня писал малоформу, потому что во всех этих задачах из понимания физического смысла ситуации мы могли определить как устойчивые, так и неустойчивые положения равновесия и предвидеть поведение системы. И могли определить бифрукационные значения парами. Скажем, в этой системе бифрукационное значение труб, которому отвечает расположение стержня и пружина вдоль прямой. Можно считать, что это угол между пружиной, стержнем и прямой ОО1. Вот от этого угла зависит вся ситуация. И вот поведение системы в окрестности бифрукационного значения параметра предсказать очень трудно. Поведение системы в окрестности бифрукационного параметра предсказать очень трудно. Представим себе, что вот здесь находится такая система. Что будет происходить дальше с этой системой? Зависит от многих факторов. Малейший толчок может перевести систему или в это положение, или в это положение. Ситуация неопределенности. Причем переход из этого состояния в одно устойчивое или в другое устойчивое происходит очень быстро. Я бы сказал, как иногда говорят, с ударом. Можно устроить так, что рычаг будет находиться в среднем положении. Надо постараться, потому что реализовать неустойчивое положение очень трудно. Это все равно, чтобы поставить карандаш на остеем. И предсказать поведение системы нельзя. Вот такой третий сюжет, связанный с геометрической конструкцией, которая лежит в основе функционирования различных замков. Поэтому, когда вы будете решать задачи с параметром в уроках математики, сколько корней имеет уравнение? Ну, два, три, четыре. В реальных задачах, когда появляется реальный параметр, это всегда интересно и, главное, очень важно. Очень важно. Потому что последствия поведения системы предсказать бывает очень трудно.